Дмитрий Азаров Соглашение также предполагает использование тематических сервисов. Это позволит проводить мониторинги и наблюдения в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба. В Самаре идет полная подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2029 годов. Как отметил первый заместитель главы города Владимир Василенко, готовность вентканалов сейчас составляет 75%, внутридомового газового оборудования 85%, а кровель многоквартирных домов 82%. Все показатели будут проверены еще раз. Особое внимание уделяется кровлям. 13 конструкций, на которых прошлой зимой и весной были обрушения, полностью восстановлены. Из 449 крыш, на которых при дефектовке были выявлены повреждения и протечки, в работе остаются 232. Их восстановят до 15 сентября. Всего в этом году обновят 1199 кровель. Сегодня состоится ярмарка вакансий для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 15 самарских предприятий предложат им рабочие места. А специалисты Центра занятости населения помогут подобрать подходящую вакансию, учитывая опыт, пожелания и квалификацию соискателей. Кроме того, все желающие получат индивидуальные консультации по поводу профессиональной ориентации, обучения, участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования. Сейчас в базе данных насчитывают около 12 тысяч вакансий. В Самаре с 28 августа по 1 сентября пройдет суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. Об этом сообщили в городской администрации. За звание лучшей команды будут бороться 6 клубов. Кристалл из Санкт-Петербурга, Московский Спартак, Саратовский клуб Дельта, а также Сити из Ленинградской области. В суперфинале также сыграет Самарский крылья Советов. Вход на все матчи свободный. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале Самара ГИС. Всего вам доброго. До свидания.